Аплодисменты 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 Добрый вечер! Мы очень рады, что вы собрались сегодня на наш концерт И я надеюсь, все узнали и фильм четвертый сезон Шерлока Холмса английского в этом году показали по нашим телевизорам Кто-то еще до сих пор кто включает это устройство в своих домах А мы смотрим телевизор редко а музыку играем часто Мы это оркестр коллеги Москвы Аплодисменты Меня зовут Александр Поплянский Я надеюсь, что меня будет слышно и без микрофона Если плохо слышно, вы там сигнализируете Вы держитесь Значит Британский сериал о Шерлоке Холмсе это, конечно, в каком-то смысле для нас уступка нашим любимым актерам потому что я думаю, что пока еще никто не придумал как сделать так, чтобы наш сериал отечественный о Шерлоке Холмсе точнее несколько фильмов на одну и ту же тему которую любят дети и пока еще конкурентной киносаге на тему о Гарри Поттере никто не создал это все первый раз и мы сыграем музыку из этого фильма из этих фильмов причем мы решили сыграть музыку о спутнике так же как у Шерлока Холмса доктор Ватсон у Гарри Поттера из фильма фильм кочует молчаливый спутник это сова Букля но что-то не так Букля вот этот человек это директор оркестра ее зовут Наталья Чурчева поскольку виновата она так что если что-то пойдет не так смотрите сукоризмой в эту сторону потому что она смотрит сукоризмой обычно на мини итак в оригинальной версии сову зовут Хедвик а в фильме ее называют Букля Хедвик имя не случайное именно так по имени святой Хедвики которая основала монастырь для детей-сирот это имя стало в общем нарицательным но в фильме решили переименовать эту почти безмолвную героиню но так как она сопровождает Гарри Поттера из одного фильма в другой в общем конечно же у нее тоже есть свой лейтмотив сейчас мы сыграем музыку из этого фильма и он и он и он и он СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Соло на зрубе, Марк Валду. Вам не очень страшно от демонической музыки, которая получает Оскара, а в фильме нет? А мне кажется, это такая история странная. В общем, продолжаем демоническую тему. Когда композитора Рея Паркера попросили написать очень быстро, за несколько дней, саундтрек к фильму, посвященному Охотникам за переведениями. А вы знаете, что сначала был комикс, потом мультфильм, потом неудачный фильм, а потом тот фильм, который все знают. А сейчас еще один сняли. Так вот, композитор пребывал в недвумении, потому что само слово на английском языке, которое, как вы помните, звучит Ghostbusters, оно ни с чем не рифмовалось, и песню создать такую, чтобы она вспоминалась, было очень сложно. В общем, он ломал голову, в итоге, со сломанной головой включил телевизор в очередной раз, и увидел рекламу какого-то там моющего средства, и то, как там использовалось название этого, ему очень понравилось. Он решил не мудрствовать лукаво и использовать этот прием. Я думаю, что вы этот прием поймете и услышите, и, может быть, даже захотите этим приемом воспользоваться вместе с нами, потому что сейчас мы вам продемонстрируем, что он придумал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok Имеющие в себе репертуаре или фантазировать, глядя на экраны В основном брали музыку из классики Чайковского, Бетховена, Берлиоза Все что угодно использовали по многу разу Те, кто не в первый раз на концертах нашего коллектива Помнят, как оригинально раз в 250 использовали тему из «Лебединого озера» Кто был на концерт? Маловато Не наша смерть, ну ладно В фильме 2012 года использована музыка, которая написана не специально для этого кинофильма А в общем по старой традиции, заимствованной из наследия классиков Причем в фильме эта музыка звучит как бы как сочинение написанное английским классиком 20 века Бенджамином Бриттоном И это сочинение называется «Путеводитель по оркестру для юных слушателей» Это не единственное сочинение подобного рода, когда нужно показать разные инструменты и как вообще оркестр живет и существует Можно я проанализирую в следующий концерт? Разрешила Так вот, 16 апреля мы сыграем новую программу, которая будет посвящена тому вопросу, который задают очень многие Вообще, для чего дирижер в оркестре? Он так спросил, что я сейчас уйду Так вот, 16 апреля, музей имени Вернадского, геологический музей на Маховой 11 Кто еще не успел купить билет? Милости просит Так вот, «Путеводитель по оркестру для юных слушателей» Бенджамина Бриттона на самом деле в основе своей, в качестве тематического материала, который потом Бриттон развивает Имеет музыку, которая написана задолго до этого также английским композитором, но композитором 17 века Генри Персовым И в итоге, у нас есть англичане в оркестре, я всегда, когда произношу какие-то английские слова, я очень нервничаю, что меня неправильно поймут Ну, вроде ничего, да? Спасибо Так вот, очень интересное сочетание получилось В фильме 21 века звучит саундтрек из 17-го Послушаем Я прошу сначала включить ролик Спасибо Это устройство, которое положил на пол мальчик, называется в проекте, многие не заставили. А сейчас он поставит пластинку, и зазвучит музыка. А сейчас он поставит пластинку. 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 Пластинку. Он поставит пластинку. Пластинку. Он поставит пластинку. Пластинку. Он поставит 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 пластинку. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok История, связанная с музыкой, которую вы сейчас услышите, она действительно необычная Потому что все знают знаменитую тему «Леть могил» Джеймса Бонда Эта тема кочует из фильма в фильм Несмотря на то, кто играет главного героя Какой режиссер снимается Продюсеры какие Тема музыкальная Остается визитной карточкой главного героя и самого фильма В 23-м кинофильме Который называется «Координаты Skyfall» Продюсеры пошли на нестандартный шаг И решили предложить написать песню К фильму известной Исполнительнице Адель Она вначале отказывалась Очень сомневалась Говорила, что все песни, которые она пишет, очень личные И вряд ли она сможет списаться в формат Этой саги Суперагенты Но Продюсеры сказали Пиши, как привыкла И в итоге они не ошиблись Потому что Впервые Именно за 23-й Вдумайтесь только 23 Фильма Понадобились для того, чтобы за музыку Получил Был получен Оскар И именно благодаря песне, которую он написал Адель И премьера этой песни Произошла не где-нибудь А в Лондоне В Альберт Холле Это, знаете, один из самых известных Самых старейших классических концертных залов мира Мы В общем, решили, что В таком замечательном Зале, в котором сейчас находимся мы И вы В зале Башмет-центра Тоже Вполне себе достойно Может прозвучать эта песня Правда Петь мы никого не позвали Может быть, оно и к лучшему КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Особенно хорошие концерты коллеги музыки с тем, что можно сразу и вороночную музыку послушать, в концовах посидеть, и на стадионе почувствовать себя рок-фанатами. Мне во всяком случае нравится иногда чувствовать себя рок-виздой. А сейчас я играть не буду, и вы будете наслаждаться музыкой, которая давно написана. И, надо сказать, не специально к тому самому кинофильму, который вы, конечно, с товару уже узнаете, а фильм этот у многих ассоциируется с началом того бреда, который кинематограф нанес вообще в системе человеческих ценностей. Вот именно с этого фильма, по мнению многих, началось падение нравов. Я говорю о фильме «Некоторые любят погорячее». Помните, как он называется? В более популярном варианте. Жазе «Только девушки». Так вот, это, пожалуй, самая старая из мелодий, которая специально как-то написана все-таки в 20 веке для кинематографа. Но на самом деле музыке уже скоро 100 лет. Она написана в 1928 году, эта песня. А использовали ее в фильме, который мы привыкли считать старым, потому что он черно-белый. На самом деле в 59-м году, когда уже эра цветного кино давно началась. И вот этот нюанс, что фильм решили показывать в черно-белом варианте, связан с тем, что продюсерам как раз казалось, что если показать не в цвете накрашенных мужчин, то это не будет настолько вульгарно. Вот такая вот пикантность. В черно-белом варианте все поприлейше. Знали бы, а не чем все закончится. В общем, в нашем варианте музыка замечательная. Играем мы ее легко, с удовольствием. Они улыбаются, значит так и будет. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Берите её. Все смотрят туда, а не на меня. Я понимаю, почему. Ну ладно, пусть висит. Пока вы ещё посмотрите на неё. Ещё один фильм-сага, чья популярность не снижается на протяжении вот уже более чем 30 лет. Представление, конечно же, не нуждается. И, опять же, во многом это связано с тем, что совершенно потрясающе, удачно написана музыка. И композитор, который написал музыку этой киносаги, это Джон Уильямс, человек, который написал огромное количество киномузыки, его шедевры уже звучали в нашей программе. И та музыка, которая сейчас просвучит, написана им. И это тоже не последнее сочинение, которое написано для нашего концерта этим композитором. И я даже не хочу называть эту киносагу. Вы сразу узнаете её, потому что... Это... ...потампу. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 После такой музыки всегда нужно что-то такое особенное, что поможет не сменить просто настроение, но как-то оставить эту эмоцию отдельно. Следующий soundtrack на самом деле один из самых часто используемых в кинематографе. И та музыка, которую вы сейчас слышите, без сомнения, вы ее все любите. Это сейчас один из самых главных хитов по поводу и без повода исполняемая музыка. И самое интересное, что в итоге этот танго, а речь идет именно об этом танце, в качестве визитной карточки настроения и поиска используется в тех фильмах, когда действительно нужно просто очень быстро и ярко обозначить ситуацию. И надо сказать, что и в списке Шинклера эта музыка звучала, и в «Титанике», и в кинофильме «Правдивая ложь», «Нитанго Бар» и еще, в общем, очень длинный список кинофильмов. Я практически всегда рассказываю эту историю, потому что, несмотря на то, что уже, слава богу, большая часть слушателей знает, что музыку написал не Астапельцова, а Карл Сгордель, но до сих пор все думают, что написал он эту музыку в кинофильму «Запах женщины». Так вот, нет. Фильм, которому написано это танго, был снят в 1938 году. В 1939 году композитор, исполнитель и актер, которого на руках носила вся Аргентина, погиб. И, в общем-то, до сих пор в Аргентине именно его считают главным композитором танго. И, в общем, конечно же, если бы не «Запах женщины», возможно, эта музыка не стала бы так сильно популярна, но надо признать, что и кроме этого танго у Карл Сгорделя есть еще много хорошей музыки. Фильм «Всего на голову» рассказывает очень простую историю про Жакея, который, в общем, не очень удачный в любви, но вот ему повезло в какой-то момент, когда лошадь, на которой он скакал и еще много кто поставил деньги. Да, у нас в зале есть дети и даже в оркестре, поэтому я так аккуратно обхожу тему азартного всякого значения. Так вот, всего лишь на голову лошади это была цена вопроса, цена выигрыша. Я, по-моему, вас отомил, рассказывали, пора играть. Я, по-моему, вас отомил. 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 Вам не жарко? Очень. Очень? Сейчас будет ещё жарче. Потому что мы концерт завершаем, а музыку сыграем, которая называется «ЖАРА» в нашем репертуаре. Тоже кинофильм сами. И надо сказать, что заканчиваем концерт этой музыкой не только потому, что она такая очень сильно энергетическая, но ещё и потому, что уже почти все, всё прогрессивное человечество, которое регулярно оставляет деньги там, где кормят попкорном и показывают красивые картинки на экране, ждёт, когда же, наконец, выйдет очередной фильм, который называется «Мертвецы не рассказывают сказки». А киносага – это, конечно же, «Пираты Карибского моря». А чтобы подготовить вас к потреблению попкорна, мы сыграем музыку из второго кинофильма, который называется «Сундук мертвеца». И я вам сразу хочу представить человека, который будет выполнять роль одноногого, одноглазого и практически мёртвого пирата, наш вечно живой Константин Шнурёк. Альбачина, что смотрит? Альбачина, что смотрит? Альбачина, что смотрит? Хорошо. Альбачина, что смотрит? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Аплодисменты